Друзья, теперь мы едем вот сюда, вот сюда, и они говорят, не ходи тут через нас на пляж, тут знак такой стоит. Да, это у них свой, это вот город называется Сэндпойнте, дом называется Сэндпойнте, он на океане, на первой линии, дом 96-го года, не дешевый, но и не самое дорогое, так как, ну то, что мы посмотрим, что это, что это, мы посмотрим двуспальную квартиру, 2-бедрома, да, 2-бедром, квартира очень неплохая, ну цена такой квартиры, скажем, сегодня от 700 тысяч до 800 тысяч. То есть оно как-то было в раздумье открываться или автоматически? Нет, у меня, да, у меня есть такая, ну она в бардачке, которая открывает автоматическое замуж, она вдруг сработала. Не сразу сработала, да? Друг она, да. Здесь уже нет валет-паркинга или тоже есть? Нет, тут валет-паркинг, тут уже есть. То есть мне кажется, что как-то удобно с вами установиться. Во-первых, знаешь, где стоит машина, да, не нужно, если что, то забыл машину. Дело в том, что валет-паркинг может являться требованием городских властей. Смотрите, скажем так, 80% домов вы можете self-parking делать, 20% тут только валет-паркинг, скажем так. Теперь валет-паркинг еще не только, чтобы вам парковали машину, приезжают гости, приезжают кто-то, вот они, соответственно, да, они пользуются валет-паркингом. Ой, нормально-нормально, да. Выехал. Это она не... На веномах. Мне еще одна сегодня не нужна авария. Когда человек на валет-паркинге, там, он... Ну, смысл, пользуется услугами валет-паркинга. Он должен какую-то денежку дать тому, кто у него пригнал машину, забрал машину? Если вы визитер... Да, гость. Значит, если вы гость, есть дома, в которых это бесплатно, и есть дома, в которых вы должны платить. То есть, там, скажем, от 3 долларов до 7 долларов стоит валет-паркинг. Я имею в виду чаевые. Ну, чаевые, это ваше, вы хотите... Ну, традиция какая общая? Ну, в основном дают. Ага, хорошо. Тут чаевые с ним дают. Вот мы, друзья, из гаража пришли сюда. 96-й год, ковер очень симпатичный тут. Ну, это как, знаете, в тороих отелях. Да, насчет дорогого отеля, вот дверь как бы не соответствует дорогому отелю. А вот тут уже дверь хорошая, да. Тут уже дверь ничего. 95-й год. То есть, тоже уже? Могу дожать дорогу, да. Не вчера, да, там, 23 года. Люди, которые владеют, они вот, например, обыдали на годы или на какой-то короткий срок? Ну, сейчас тут сделали немного проблему, что он, значит, на короткий срок, меньше 6 месяцев, они хотят такой рентал-лайсенс от хозяина, чтобы он платил, чтобы он это вот. Мы решили от этого уйти с хозяином и минимум 6 месяцев сдавать. То есть, не хотим иметь это все головное. Ну, я понимаю, да. То есть, нашлись люди, которые хотят 6 месяцев. Конечно, конечно. 4,5 тысячи, 2 года дороги у вас. В аренду. Это неплохо. Тут, в основном, очень часто, вот в этом доме, и много, я именно квартиру сдавал для тех, кто приходит сюда, приезжает сюда рожать. То есть, с России, с Украины. Сейчас сдали тоже людям с Украины, которые приезжают сюда рожать. А рожать они приезжают, потому что недовольны той медициной или хотят гражданство ребенку, или что они хотят? Скажем, 80% гражданства ребенку, 20% быть в Майами, в этом, так сказать, в этом климате, в это время. Ну, подожди, а дальше что с ним будет? Ну, родили ребенка, и что? А? Родили и обратно уехали, или родили? Да, родили и обратно уехали, и так же. Я слышал такое, что рожают, а потом тут как-то вот пытаются задержаться. Слишком сложно. Да. Слушайте, тут хорошо. Это самое, так. Прям как стейджинг. Да, смотри, да, потолок повыше, картинки висят. А мебель, мебель чья? Хозяйство, да, он сдает с мебелью в год. А, меблированную квартиру, а, поэтому она дороже сдается, да. 4,5 тысячи меблированная. Тут в сезон можно и 5,5 с половиной сдавать. А на какой срок он сдал за 4,5? На 6 месяцев. На 5 месяцев. На 5 месяцев. Так, ну что же, такой, слушайте, ничего себе, друзья, ничего себе, мы тут оказались в таком месте. Ну, классная квартирка, она мне нравится. Там какие-то, смотри, чуть не видела мы там. Сейчас пойдем посмотрим. О, здесь приятно. Более. Так. Значит, у квартиры свой, эээ, свой пляж, на котором лежат, лежаки. Смысл у квартиры или у дома? У дома, у дома, свой пляж, да. Окей. Все, 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 все. Ну, слушайте, очень приятно. Это какой этаж здесь? Этаж какой у нас здесь? Десятый. Да, 9 этаж, мне не ошибся. Десятый лучше, чем 33-й. Ну, люди купаются, смотри, водичка там такая хорошая. Ну, разом хорошая, вода, купался, я же говорю, можно круглой буркой. А какая температура воды, так? 24-25 градусов. Вот сейчас? Да. Ну, это совсем неплохо. Пойду по балкону, посмотрю, что тут еще видно с балкона. Так, вот, если... Так, соседи. Дома всякие. Хорошо, там рыбку можно ловить, наверное, с пирса. Ну, что, вот я тут из угла пока смотрю на эту квартиру. Я думаю, что эта квартира, это стейтмент. Стейтмент. Это не просто там, господи, посмотри. Так, сейчас мы... Зеркала, кстати, очень неплохо расширяют. Объем такой создают, да. Кухонька. Кухонька. Так, ну, чего мы еще не видим. Мы не видели, мы не видели спальню. Так, минутку. Пошли сюда. О, какая ванна эта. Хорошо, хорошо. Джакузи такая. Прикольно, прикольно. Очень мило, очень мило. Так. Очень мило. Да, и вок-инк, лозит. Это мастер-бэдру. И почем, почем, и почем вещь? Ну, где-то 650-700, я сказала. 650-700? Послушайте, по сравнению с тем, что мы видели за достаточно близкую цену. Так это же еще две спальни. Это еще две спальни. Да, это шикарно просто. И где-то 750 мейтеннс тут, около около 10. 750 долларов в месяц стоит. Ну да, и 750 долларов. Это клубник хаус есть. Все это вот... Ну вот мейтеннс, конечно, он подрывает финансы. Свет, у нас квартира в Маунтинью. Там 420 месяц, да? Да. И там нет ничего. Ну как, там бассейн тоже есть? Ну там, Света, такой бассейн, чтобы у наших врагов был такой бассейн. Тут секьюрити. Здесь красиво. 24 часа секьюрити у вас. Красиво, и тут же нет, ребята. Прямо сказать, с отраватик. Вы вышли, пошли на пляж. Тут классно, тут очень хорошо. Очень хорошо, да. То есть, на самом деле, балкон такого размера. Тут жить можно. Тут можно партии устраивать. Ну там жарко меньше, типа не забывай, что там жарко. Послушайте, да, но не каждый же день жарко. Вот когда, допустим, погода позволяет. Слушайте, а что это, вот, какие-то железные жалюзи? Смотрите, этот дом, он построен до того, как стандарты изменились на Hurricane Pro Venus. Поэтому это жалюзи. Люди, когда уезжают, или знают, что ураганы, их закрывают. Это металлические ураганы. Да, от урагана. Вот эти жалюзи, вот они тут есть. Ага. Интересно как. Ну, стоит с 96-го года, точнее, такие уж сильные. 95-го, говорят. 95-е херокейны, да? Хорошо. Вот у нас тут машина стиральная, сушильная, так вертикально стоит. Там душ. Так, это у нас санузел. И там еще бедрум, мы с вами не посмотрели. У нас тут бедрум уже еще есть, там два бедрума. Вот, тут еще один бедрум, широченная такая кроватища. Широченная. Что там на улице-то? Тоже балкон, вот тот же самый, продолжается. Вот вторая спальня, тоже хорошая, большая вторая спальня. Так, и, ребят, и еще раз, какой сфер Путич у него? Сколько сфер Путич? Тонко 1560 с квартирой. Ну что, то есть квартира на 150 метров там? Да, да, очень хорошая. И просторная, и видно, что она такая лакшери квартира. Красивая, у нее очень приятная такая атмосфера. Что, так сказать, хорошо для Флориды, и чем она, так сказать, хороша в плане инвестиций. Или если у человека какая-то компания, тут нету федерал, не федерал, тут нету стей такса. Поэтому люди, у которых есть компания, которые платят большие налоги, они тут экономят очень много денег. И люди, например, у меня были такие клиенты, которые покупали ту квартиру и жили тут, регистрировали тут компанию, и жили полгода тут, чтобы такса платить тут. Поэтому это тоже очень важно для... То есть тут относительно недорогое жилье, хороший климат, океан. Мы про всю Флориду говорим или вот конкретно тут? Ну, на БАФ, про Флориду, про всю Флориду, нету стоит такса. Да. Поэтому это вот очень вот эти все факторы, они... Но все-таки вот если нет налога штата, то штат где-то должен брать деньги. Ну, там, БРЮС, ПРОПОРТИТАКС. Ну, ПРОПОРТИТАКС не такой большой, вот в Техасе выше ПРОПОРТИТАКС. Да, нет, ну, таксы с продаж, там... А какие таксы с продаж у вас? Ну, 7% тут тоже как бы не очень высокие. Нет, не высокие, у нас 9. Да, вот у нас 7 тут. Интересно. Ну, привлекает очень много, очень много компаний отсюда переезжают и открывают тут компания. Нет, это то, что я знаю из-за именно вот этих, так сказать, налоговых льгот. Вот это 100% справа русские, которые тут рожали. Вот можете посмотреть. Ну, справа идут... Голые? Обычно, да. Ой, еще машина загораживает их. Подожди немножко. Ага, вот, видишь, родятся. Ну, да, да. То есть они ни одного тут сразу нет? Ну, они, может быть, с севера и... Раньше было гораздо больше, конечно. До того, как... А сколько стоит, например, приехать родить сюда? Вот-то какие-то ездят? Примерно, скажем, около 50 тысяч долларов. Ничего себе, поэтому... Но, то есть они, как бы, грубо говоря, они по-честному. То есть они оплачивают все эти дела, а не то, что они, допустим, там косят под бедных, вот как мексиканцы у нас нелегальные, тоже рожают. Я вам скажу, меня как-то раз убило, был репортаж о тех, кто приезжают сюда во Флориду. Рожать. И, по-моему, с NBC корреспондента набрала у какой-то русской девушки, которая отражала интервью. Вот сколько тебе стоит рожать, то все. Она говорит, да, где-то около 50 тысяч, оплата вот этого все, и аренда жилья, и плата врача, госпиталь. Она говорит, вау, так много. А где ты живешь? В Трампе. А, в Трампе. А ты еще и в Трампе живешь? То есть специально, как бы, Трамп тут виноват. И самое интересное, я говорю, что меня, как бы, тут, да, что лучше, когда эти нелегалы все с Мексики, все это вот приезжают сюда, рожают тут бесплатно, нелегально. Все не плодит, ни копейки. Так что, это лучше? Дело в том, что я-то думал, что весь этот бизнес построен на том, что они не платят. Вот я вижу на Ютубе, там люди говорят, это роды в США, значит, и дальше они учат людей, как закосить под бедных и пойти бесплатно родить. Ну, 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 это, наверное, буквально единица. На словах, сколько вот наших клиентов, что мы знаем, кто сюда приезжал, все оплачивали, услуги врача. Почему так долго, это 50 долларов, 50 тысяч? Это реально очень, это втроя дороже, чем могло бы стоить. Ну, почему? Госпиталь дорого, частные врачи берешь дорого. Вот это все оформление бумаг, то есть все, бывают какие-то машины, частные. Нет, конечно, если брать проживание и водителя, и машину и так далее, то это, конечно, но вот если само по себе родить, ну, там, тысяч за 15 можно родить. Ну, приехать, Миш, полностью на пол-полгода, это сколько? Наверное, тут не очень такой свободный паркинг, вы, наверное, выйдете, да, а я запаркую машину. Хорошо, хорошо. Продолжение следует...